Успешность, процветание и популярность у инвесторов. Хакасия внедряет инвестиционный стандарт. Сегодня власти решают, что может дать регион бизнесу и что возьмет взамен. Для этого Совет по экономическому развитию при главе Республики рассматривает бизнес-проекты. Если они выгодны, поддерживают финансово. Инвест-стандарт дает и гарантию вкладчикам, в первую очередь правовую. Бизнес Республики Хакасия высказал озабоченность, что они принимают недостаточное участие в разработке или в процессе формирования тарифов на электроэнергию. Они бы хотели, чтобы этот процесс был просто более открытым. Они понимают, что процесс рекомендируется свыше. Они все это понимают, что есть норма. Но они хотят, чтобы их приглашали на специализированные заседания тарифной комиссии, либо был создан общественный какой-то совет при нашем соответствующем комитете. Дать гарантию и создать все условия, чтобы бизнес чувствовал себя в регионе комфортно. Ведь от него зависит существенная часть бюджета. Такую без привлечения госзадачу поставил президент России в декабре прошлого года. Инвест-стандарт – некое руководство к действию, как привлечь малый и крупный бизнес. А он в Республике сейчас нужен как никогда. Крупный бизнес на сегодняшний день, к большому счету, но учитывая те моменты, что колебания цен на рынке, он очень стал как-то уязвимым. И хромает так, что по 4-5 миллиардов только Республика теряет. У нас небольшой. В этом году до 5 миллиардов прогнозируется потеря бюджета. Мы на правильном пути рождаем новое предприятие, рождаем новых партнеров. В выгоде от партнерства должны быть обе стороны, особенно если это касается крупного бизнеса. Свой проект Совету по экономическому развитию представила РЖД. В планах у железной дороги увеличить проходимость линии Междуреченск-Тайшет, в том числе участка, проходящего через Хакасию. РЖД надеется на льготы от правительства. Впрочем, республики также есть, что просить взамен. Партнерство в социальных вопросах и сниженные тарифы по перевозке грузов для предпринимателей. Особенно, что касается рудных предприятий, вопрос о закрытии которых так остро стоял еще месяц назад. Нам нужно все сейчас сделать для того, чтобы наши два предприятия имели, ну, наверное, прежде всего, протекцию на железной дороге Тарас. Второе, льготный тариф. Нам надо год выжить. И мы вам дадим экономический расклад, где вы еще и заработаете. Совет одобрил еще два проекта. В итоге, при поддержке правительства в Абакане откроется бизнес-отель. Первый четырехзвездочный в Хакасии. Зача объекта начала 15-го года. Номерной фонд составит 104 номера, из которых 81 номер класса «Стандарт» и «Стандарт» улучшенный, 9 номеров «Терин» с раздельными кроватями, 10 номеров «Премиум», 3 апартаментов и 2 номера для людей с ограниченными возможностями. Всего в зависимости отеля 142 гостя. Площадь номеров по 17 до 55 квадратных лет. Проект – один из самых крупных, представленных Совету. Его стоимость более 350 миллионов рублей. Основная часть – заемные средства. Сейчас прорабатывают финансовую составляющую. Возможно, республика возьмет на себя часть по процентам, а также предоставит налоговое послабление. Менее масштабный, но все же социально значимый проект представила еще одно предприятие «Хакасия». Она изготавливает и монтирует металлоконструкции. С развитием может предложить сразу 30 рабочих мест. Поддержку Совет оценил в 3 миллиона рублей. Второй раз уже выступаем с предложением по модернизации предприятия. Первый у нас этап был приобретение помещения. Значит, он освоен, деньги наши выложены. За это мы от республики получили грант в сумме 3 миллиона. Проект готов. Будем приобретать оборудование и его реализовываем. Для тех, кто еще думает, куда выгодно вложить средства, через неделю заработает инвестиционный портал. Через этот сайт потенциальные инвесторы смогут увидеть всю информацию, где, как и на каких условиях предоставляется земля, имеется ли инфраструктура, а если понадобится, и оперативно связаться с руководством региона. Буквально в онлайн-режиме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова